Всем привет, мои хорошие! Я приветствую вас на своем канале Ольгуша СМР Сегодня будет СМР-обзор моих покупок из магазина Пятерочка, Магнит и магазина Верный Эти магазины находятся ближе к моему дому и поэтому я сегодня там прогулялась и набрала целый рюкзак продуктов но даже не рюкзак, а еще и пакет еще и пакет продуктов и сейчас я буду шуршать упаковочками для вашего релакса и чтобы вы у меня расслабились, получили мурашки и чтобы просто отдохнули вместе со мной и посмотрели мои покупочки и так, что я купила вот такую вот капусту это китайская капуста она будет идти на салат но знаете я еще из нее бывает и щи варю почему? потому что она очень быстро варится и она получается такая вкусненькая такая разваристая как я люблю она упакована распаковывать не буду потому что готовить я буду попозже какой-нибудь салатик сделаю вкусненький такая вот хорошая зеленая капусточка почему потому что она не будет так что что она не будет послабить из-за шоу а она кажется это вы что Дальше я взяла Персики Вот такие вот Это сплюснутые персики Очень-очень сладкие, вкусные Килограмм 149 рублей в магните Они по скидочке идут Я взяла, потому что Они очень дорого стоят Такие вот они Спелые Спелые-спелые Такие вот Классненькие Еще купила бананов Тоже в магните Такую вот связочку Бананы у нас тоже Идут по скидке За 88 рублей килограмм В магните тоже взяла Бананчики 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 Я люблю В магните Я взяла вот такую вот Вермишель Она стоит 44 рубля Я буду готовить лапшу Я буду готовить лапшу К Вермишель К Вермишели Я взяла В пятерочке уже Вот такие вот Это шейки Это шейки Цыпленка-пройлера Да 68 рублей У нас здесь полкило Лапшу С этими шейками Конечно Мяса здесь очень мало Здесь в основном косточки Но бульон получается Очень наваристый И вкусный Поэтому Ну 68 рублей Я просто взяла Для бульона В общем вкусное Вот Ну а косточки у нас Они такие хрупкие И у нас их собачка Хорошо кушает Дальше В магазине Пятерочка Я взяла Вот такой вот Квас Это квас Живого брожения Стоит он 74 рубля Здесь Полтора литра Наверное Да Полтора литра Ну Квас я Практически Тоже не пью Это вот Семья Моя Я сейчас В основном Просто предпочитаю Обычную воду И воду Я беру В пятилитровках Стоит у меня Сразу Пятилитровка На кухне И я просто Ее пью Вот А квас Это просто Для Как бы Разнообразия Чтобы не Однообразно Так сказать Не кушает И дети Тоже Как бы Периодически Покупают Квас нормальный Он тоже идет По скидке Так он стоит Намного дороже За 89 По-моему Он стоил Но сейчас Вот 74 Поэтому В общем Пробовать Буду Взяла Вот такую Вот булочку Это Сдобная Булочка С маком Тоже Пятерочки 26 рублей Стоит Это Сыну Сын Попросил Булочку С маком И квас Учеба У нас Еще Продолжается И поэтому Когда он Из колледжа Приходит Чтобы по-быстренькому Что-то перекусить По-быстренькому Чтобы ничего Не разогревать Или не готовить Вот Такую Булочку Можно Отлично Перекусить Пятерочки Очень хорошая Стопа Продается Дальше В пятерочке Взяла Бадон По красной Цене Бадон Стоит 14 рублей Обычный Бадон Мука Белая А там И Значит Мука Пшеничная Дрожья Вода Питьевая Соль И сахар Больше Ничего Здесь нет Просто Обычный Бадон Дальше Взяла Вот такой Стиральный Порошок Да Стоит 89 Рублей Гипоаллергенный Нейтральный Аромат Без фосфата Для чувствительной Кожи 0% Фосфатов Хлорного Отбеливателя Здесь 400 Грамм В общем Будем Пробовать Не знаю Хороший Он Или Нет Я взяла Вот Просто Протестировать Не могу Ничего Сказать Вот Мои хорошие Подскажите Пожалуйста Хороший Порошок Стиральный Обычно Я брала Перзил Но Перзил Сейчас такая Цена Огромная Стала На него В общем Ищу Что-то Подешевле Но Чтобы Было Достаточно Качественно Без фосфатов Вот Стиральный Порошок Вот Взяла Пока От 0 с Плюсом Тоже Буду Пробовать Тестировать Ничего Не могу Сказать Про Его Качество Стирок Я Даже Не представляю Будет ли он Отстирывать Белье Он 1 с Плюсом Для Детской Одежды Я его Взяла Для Всех Для Семейной Одежды Тоже Потому Что Сейчас Лето Одежда Сильно Не Загрязняется В принципе Вот Поэтому Просто Буду Пробовать В общем Я взяла Вот Такой Кондиционер Для Белья Это Кондиционер Пер Пер Ина Пер Пер Ина В общем 1 литр Подходит Для Обработки Всех Типов Тканей Притания Мягкости Анти Электростатического Эффекта Свежести Облегчения Глажни Не требует Предварительного Разбавления Водой Подходит Для Ручной Стирки И для Обычных Автоматов Морозная Свежесть Такой Кондиционер В магазине Верный Я взяла За 59 Рублей Он Шел Со Скидкой Поэтому Я его Сразу Взяла Вот Мне Интересно Так 60 Миллилитров На 5 Килограммов Белья Согласно Инструкции 60 Миллилитров Очень приятный Такой Не едкий Не люблю Я едкий Кондиционер Это морозная Свежесть Будем пробовать Тоже Не знаю Не пробовала Увидела Поскидки И хватанула Банку Взяла Вот такое Вот Моющее Средство Уже Беру Его Второй Раз Поэтому Могу Сразу Сказать Что Оно Мне Очень Нравится Стоит Оно Вообще Копейки Я не знаю 19 рублей По-моему Значит Радуга Лимон Средство Для мытья Посуды Здесь 500 Миллилитров Полностью Удаляет Посуду И все Согрязнения Я его Использую Для Чистки Плиты Микроволновки Я его Использую Он отлично Отмывает Жир Он отлично Столешницы Отмывает В общем Это средство Оно какое-то Универсальное В общем Суперское Единственное Оно Жидкое Поэтому Уходит Оно очень Быстро Но оно Дешевое Поэтому я Часто его Себе кидаю В корзину И пользуюсь И пользуюсь И мне Оно Очень Очень Нравится Я покупала В пятерочке Очень часто Такую Штучку Но в пятерочке Тамбанка Более Прозрачная И В пятерочке Очень Жидкое Здесь Даже Немножко Как бы Погуще Вот Как сметанка А в пятерочке Как вода И вот Второй раз Я в верном Покупаю Мне нравится В пятерочке Теперь пока Я не беру Средство Из пятерочки Тоже Хоть и жидкое Но тоже Нормально Оно Отстир Хотела сказать Отстирывала Отмывала Хорошо Тоже Жир Нагар В общем Беру Нормальное Средство Ничего Не могу Сказать Ничем От феви Не отличается Купила Сетку Картошки Такую Сетку Картошки Это по-моему Синеглазка Картошка Стоит 39 рублей В магазине Верной Это я еще Беру Старую Картошку Новую Я пробовала В магазине Да Покупала За 69 Рублей Тоже Хорошая Картошка Ничего Не могу Сказать Но вот За 39 Сеточку Такую Взяла Это В магазине Верно Но пока Я старенькую Беру Во-первых Она дешевле Она еще Вкусная Прошлого Года Картошка Сейчас Пошу Немножко Ван Сеточкой Она Я Шам Хам Покупала Немножко Немножко Взұли Немножко Немножко Сколько здесь, наверное, килограмма два, наверное, есть Дальше в Верном купила вот такую вот банку молока Это молоко фирмы Лебедян Молоко КОС 2,5 жирности 1,4 литра 99 рублей Молоко Лебедянь, я как-то брала молоко, это очень вкусное, мне нравится, поэтому выгодно очень, удобно и выгодно, и стоит оно недорого. Обычно я беру за 149 рублей, и станция молочная или простоквашина. Дальше я буду готовить мини-тортик такой, взяла для крема, горок, вот такой обезжиренный. Это три упаковочки, он мягкий. Сметанку я тоже купила, вот такая вот сметанка, 59 рублей, а здесь творог 39 рублей, одна упаковка. Это для крема мне, васильковая сметана, 15% жирности. Я взяла вот такие вот прянички, в общем, я буду делать. Дальше я взяла три упаковки, 66 рублей. Они вот такими вот колечками, я их пополам буду отрезать и прослойками делать с кремом, вот с вот этим творожным. В одной упаковке 300 грамм я взяла три штуки, три упаковки. В общем, если останется, то ничего страшного, с чаем попьем. Такие вот прянички. Вы пробовали когда-нибудь пряничный тортик? Я как-то пробовала, недавно я готовила тортик из печенья. Мне тоже очень понравился, моим домашним тоже понравился. Мы все съели до последней крошечки. Печенье я брала марье, поэтому тортик получился не сильно сладкий. А вот эти вот прянички, они достаточно будут сладкие. Я хотя в крем добавлю, я добавляю заменитель сахара. Но все равно прянички, они тоже идут сладенькие, поэтому я думаю, будет послаще тортик. Это тортик сахара. Тортик готовится очень и очень быстро. Два часа и торт уже готов. Поэтому классно. Мои любимки. Вот такой вот. Значит, набор продуктов сегодня у меня был. Я набрала кучу. Продуктов ходила я два раза в магазин, потому что все сразу мне унести. Сначала верно сходила в магазин, принесла домой продукты, рюкзак. Потом сходила в магнит и в пятерочку. Купила моющие средства. В общем, сегодня я набрала продуктов и буду сейчас готовить. Я буду готовить лапшу. Такую очень-очень простую. Даже, наверное, без картошки. Просто лапша. Там у меня специи, лучок, немножко зеленушечки. И на косточки. И на косточках. Также буду готовить тортик. Вот такой вот. Я не знаю, будем ли сегодня мы его есть. Потому что, чтобы он хорошо пропитался, желательно, чтобы он побыл еще в холодильнике хотя бы одну ночь. Тогда будет вообще изумительно, просто обалденно вкусно. Но я буду в молоке их обмакивать. Поэтому я думаю, что они быстрее размякнут и будет вкусняшка. Мои хорошие, я желаю вам добра и счастья. Я желаю вам отличного настроения. Спасибо вам за хороший комментарий, за вашу поддержку, которую вы мне пишете. Я вас очень-очень за это благодарю. И желаю всего-всего вам самого-самого наилучшего. До новых моих обзорчиков. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.